Всем привет! Вы на канале Виолетта Ли и... 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 На носу Новый Год? Нет, он реально уже на носу. А у меня новогоднего настроения почему-то нету до сих пор. Первый раз такое. И сегодня я попробую воссоздать новогоднее настроение и у меня, и у вас. Если, конечно же, оно у вас пропало. Я придумала отличные новогодние лайфхаки, которые сделают ваш новогодний праздник незабываемым и неповторимым. Ну что ж, давайте начнём. Итак, нам понадобится зубная паста или зубной порошок. У меня он мятный. Он, кстати, очень дешёвый. Потом вот такая вот кисточка. Можно взять строительную, если вы хотите крупные узоры. Например, там ёлочка. Это очень просто, легко сделать. Занимает мало времени. Блин, как не открыть. Кстати, вот это вот, чё мы будем сейчас делать, это не то, что просто, но и легко оттереть с окон. Даже просто пальцем так провести. Итак, теперь в баночку насыпаем. Просыпался чай. Всё будем в этом порошке. И теперь его разбавим водой. И перемешаем. У нас должна получиться такая густая, густоватенькая масса. Слишком густой добавлю ещё воды. В общем, всё я перемешала. Ещё немножко. Такая вот белая масса. Ах, с одного порошка и воды у меня получилось. И теперь нам нужна кисточка. И мы приступаем к окнам. Сначала я нарисую на окне узоры, а потом снеговичка. Видите, очень красиво получается, как будто снег. И тут тоже точечки побольше. И получается, знаете, как будто это... Окна просто заморозились, и у них появились такие узоры. Потому что это как будто замороженное что-то. Ну ладно. Потемнее. Что-то было заметно, что это глазки. Красота. А мы переходим к следующему лайфхаку. Давайте приступим ко второму лайфхаку. Заметили, что всё время валяется мой кот. И он сейчас будет меня грызть, так что лежит спокойно. Итак, нам понадобятся ножницы, нитки или резиночка. Только её придётся разрезать. Лучше брать нитки, потому что они как бы удобнее и не нужно будет маяться. Ещё понадобятся такие бусинки, украшения, то, что вы будете добавлять. Что-то много воды добавила. Ну ладно. Теперь нужно в эти баночки... Кстати, у вас они могут быть звёздочки, кружочки, всё, что захочется. Так, и теперь ваши украшения. Кидаем. Лучше бы они не тонули, но они мне почему-то не тонут. Получилось. Чтобы они были со всех сторон. Мой носок. О, боже мой. Чё мне поворило. Дубль два. Блин, всё пролилось. Теперь я отправлю эти баночки, замечательные, которые облили мою ногу водой, в холодильник, часика на два, наверное, и достану, и всё, украшения готовы. Для третьего лайфхака нам понадобится, самое главное, ободок. У меня он просто розовый и пластиковый. Не нужны ёлочные шарики. У меня их четыре штуки. Вата, кисточка и клей. Для начала мы берём наш ободок, обмажем его клеем. И теперь наклею на него вот эту вот вату. Всё, я обклеила мой розовенький ободок, и он уже почти не розовенький. Кстати, внутреннюю часть я не обклеивала. Не надо. И теперь я буду наклеивать на этот ободок вот эти вот мои шарики подряд. Кстати, шарики у меня оказались довольно большие и тяжёлые, так что они немножко у меня свисают. И вату я тоже не удерживала их, так что я отрезала обычной ниткой, она у меня белая, чтобы не очень было заметно, с двух сторон. И теперь шарик точно уж не отвалится, не упадёт, но болтаться никто не отменял. Вот так. Ещё постараюсь приклеить сторону его, чтобы он вообще не болтался. Теперь я оставлю свой ободок немножко посохнуть. Конечно же, этот ободок нельзя надеть в обычную жизнь, на повседневный день, но в новогодний праздник на какую-нибудь смешную роль он точно подойдёт. Что ж, это было всё на сегодня. С вами была я, Виолетта Ли. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!